Здравствуйте, зрители канала УТатьяны! Сегодняшнее видео будет посвящено маскам для волос. Мои постоянные подписчики попросили меня сделать несколько масок для волос с главным ингредиентом – имбирем. Что мы знаем о специях? Специи у нас ассоциируются в основном с пряными запахами и кулинарией. Но на сегодняшний день специи также используются широко и в косметологии. Например, черный молотый перец используют для разогревающего массажа. А, например, куркува обладает омолаживающим эффектом. Кардамон делает нашу кожу упругой и красивой. А корица обладает бактериоцидными свойствами и наша кожа становится посуше, если она у вас жирная, и как молодая. Но не последнее место занимает имбирь. Имбирь – это самая главная специя. Она занимает почетное место среди всех специй, потому что в ее состав входит очень много эфирных масел, много витаминов, аминокислот, разных микроэлементов, которые все находятся в маленьком имбире. В состав имбиря входит множество веществ, которые помогают нашим клеткам бороться с разными вирусами и разными заболеваниями. Например, если мы будем пить каждый день чай из имбиря, то наш организм будет всегда здоров. Имбирь каким-то чудо-образом действует на наши волосы. Они становятся густыми, здоровыми, блестящими. И еще он, обладая таким эффектом, чуть-чуть осветляет наш волос. Кроме того, что он становится здоровым, густым и очень красивым, ваши волосы всегда будут пахнуть имбирем, а это очень приятный запах. Например, мы сегодня сделаем несколько масок. Одна будет для улучшения роста волос, другая для восстановления после лета роста волос и для того, чтобы волосы были блестящими, эластичными и здоровыми. Я вам предложу несколько видов масок. А вы себе решите, какая вам нужна и какая вам больше понравится. Но прежде чем заняться этими масками, вы должны знать, что подходит ли вам эта имбирная маска или нет. Вы на краешке руки, на вашей ладошке попробуйте, подходит вам эта маска или нет. Возьмите несколько капель имбиря, приложите к руке и подержите полчаса. Если вы почувствуете жжение или боль, значит у вас аллергическая реакция на имбирь. Имбирь вам не подходит. А если все нормально, никаких красных пятен не осталось, значит можно использовать эту масочку. Первая маска, это будет маска для улучшения роста волос. Так как имбирь обладает таким эффектом, он в себе содержит такие вещества, которые пробуждают спящие наши луковички, которые спят. Если вы будете пользоваться такой масочкой хотя бы раз в неделю, то в течение двух месяцев, а это курс лечения и курс такой маски, вы увидите заметный результат. Ваши волосы станут погуще, расти они будут намного быстрее. Наносить маску нужно на грязные влажные волосы. Наносим по всей длине, от корня и по длине всех волос. И держать мы будем такую масочку в полотенечке на протяжении 20-30 минут. Потом вы смываете теплой водой с шампунем. И вы через два месяца увидите заметный результат. Имбирь справляется с такими грибковыми заболеваниями, которые повреждают наши волосы. Если вы перенесли какой-то стресс, и ваши волосы на это отреагировали, стали хуже расти, или они стали более редкими, такая масочка вам подойдет. Вам понадобится имбирь. Имбирь грамм 100-150. Натираете вы его на терочку и отжимаете. Получаете сок. Вот такого цвета сок получается имбирный. Если вы не знаете, как выбрать имбирь, я в предыдущем видео рассказывала, какой он должен быть. Потому что свежий имбирь – это залог того, что у вас получится 100% эффект. Ваши волосы будут здоровыми и блестящими. Вот я взяла такой имбирь, натерла его на терочке и отжала. И получился сок имбирный. Сколько же сока вам понадобится? Это в зависимости от вашей длины волос. Ну, столовая ложка или две где-то понадобится на эту масочку. Не забываем провести тест на аллергию. И если все у вас хорошо, пользуйтесь. Если у вас это как профилактика для ваших волос, то нужно проводить ее раз в 10 дней. Если у вас действительно какая-то проблема, волосы стали выпадать и стали очень реденькими, то нужно провести такую маску раз в неделю, а может быть даже и два на протяжении двух месяцев. Это первый курс. Если ваши волосы после лета стали ломкими, некрасивыми, такими невыразительными, вам подойдет восстанавливающая маска с имбирем. Главным ингредиентом, конечно же, будет имбирь. Нам понадобится 2 столовые ложки имбирного сока, 1 столовая ложка лимонного сока, гуща свежезаваренного кофе натурального и 2 желтка. Мы все это смешаем, получим масочку. Нужно вам, конечно же, будет сделать тест на эту масочку. Тоже на ручку поставьте чуть-чуть такого средства. Все смешали и получили такую масочку. Вы поставили ее на ручку вашу, подержали 20 минут. Если реакции никакой нет, значит смело пользуйтесь. Начнем приготовление маски. Два желтка размешиваем с помощью венчика до однородной массы. Добавляем сок, столовую ложку сока лимона. Тоже размешиваем до однородной массы. Две столовых ложки имбирного сока. И тоже каждый ингредиент подмешиваем по одному и доводим до однородной массы. И последним ингредиентом у нас будет гуща кофе. Кофе должен быть натуральным. Это важно. И перемешиваем. Кофе нам понадобится 1 столовая ложка. Все перемешали. Получилась такая жидковатая масса, которую мы наносим на грязный волос, грязный, влажный волос по всей длине. Вот мы сегодня сделали две масочки. Одна для того, чтобы ваши волосы были всегда красивыми и для улучшения роста волос. Один ингредиент сюда входит, имбирный сок. И другая масочка, восстанавливающая маска для волос. Если вам, вы попробуете, и они очень понравятся, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте разные вопросы. Я буду ждать. До скорых встреч. Пока-пока.